Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Доктор Ветеринарная клиника «Доктор Ветеринарная клиника» Бернские зененхунды. Эти две представительницы породы живут у Ирины Комаровой. Они вместе путешествуют, занимаются, гуляют. Одним словом, живут. Бернские зененхунды не первые собаки в доме Ирины, но, судя по всему, прочно завоевавшие ее симпатию. Первым же был доберман. Доберман был очень давно. Я училась в старших классах школы. У меня была куча энергии. Я этого добермана гоняла на велосипеде, гоняла саппортами. Мы с ним совершали дальние походы по лесу, но это не мешало ему угромить квартиру. Тем не менее, очень холерик, слишком холерик для меня. Хотя я сама не очень спокойна, но это слишком уже. А бернные, они как раз по характеру мне очень подходят. Единственное, что им очень жарко в жару, а я люблю жару. Тут мы немножко не совпадаем, но, в принципе, темперамент у них хороший. Достаточно хорошей прогулки, достаточно занятий на голову. И грузить мозги и ноги, и все. И дома они просто спят, лежат, дружат со всеми животными, которые в семье еще есть. Вот у нас еще три кошки дома. И они создают такую совместную стаю вместе. Никто ни на кого не ругается. Никто не кошки, а еще пятые собаки. Все, объединившись, могут. Ну, бывает так, что кто-то, чужой кот, заходит к нам на территорию, пытается обидеть наших кошек, тут бегут вся эта стая, бежит и прогоняет его. История породы. Породные признаки, сформировавшиеся на протяжении веков, свидетельствуют о том, что бернские зененхунды – помощники человека. Некоторое время назад бытовала такая легенда, что, типа, их привезли в Швейцарию римляне, когда у них были эти завоевательные походы, и они с легионерами, эти собаки пришли. Но раскопки показывают, что эти собаки жили на территории Швейцарии еще задолго до римлян. И использовались не как боевые, а как хозяйственные. То есть они при поселениях, их кости были вместе с костями коров, это как бы у них было исторически, и это до римлян еще было. То есть они использовались именно для мирных целей, и собаки имеют такой характер, в общем-то, совершенно не боевой, поэтому вот эта версия, то, что они исконно швейцарские с этой территории, она более достоверна. Их с ними оставляли детей, они жили при кухне, при коровниках, они возили тележки с бетонами молока на сыроварне, оттуда как-то отслеживали коров, причем они должны были отслеживать своих коров, от чужих своих загонять, чужих прогонять. Вот, в общем, даже швейцарцы сами не очень понимают, как это происходило. Вот, но предполагается, что либо запах коровника они знали, либо звук колокольчиков своих, как-то так вот. Еще у них не было заборов, кантоны, они жили большими такими фермами, и у них не было, как у нас, вот заборов. И собаки знали территорию без заборов, они просто знали границы своей территории, и сюда чужих они не пускали, причем они не должны были как-то их там есть, они должны были просто прогнать и предупредить хозяина. Когда был написан стандарт породы, еще в Швейцарии, это было там утверждено одним из главных пунктов, ну, кроме экстерьера, конечно, вот характер. Это нормальная собака, она не агрессивная, она спокойная, она достаточно бдительная при этом. То есть они свою-то вот эту территорию и сейчас вполне себя охраняют. Единственное, что они очень семейные собаки. Они не собаки для одного человека, они собаки именно для коллектива, для семьи. И они, если они внедрены в семью, там, чувствуют себя частью семьи, они будут охранять всю эту семью, и они будут действительно ее охранять. Они не могут не пустить чужих во двор, они там как бы будут защищать хозяев, они детей, особенно детей защищают хорошо, даже сейчас. Вот у нас есть щенок, вот ее ребенок, который живет в семье, и там ребенку на тот момент было три года, сейчас уже вот в школу пойдет. И собаку с ребенком отпускали гулять во двор, и собака именно отслеживала. То есть она ребенка, ну, мама могла уйти там на три минуты, собака отслеживала. То есть если ребенок там из этой песочницы куда-то пытался вот так сделать, она ложилась поперек и просто его туда не пускала никуда. Пока вот мама не пришла, она вот так вот, никто не учил, никто не учил. Это вот такие вот природные у них эти вот сохранились данные. Но какой бы смышленной ни была собака, с ней все равно нужно заниматься, поощрять то, что вам в поведении нравится, и пресекать то, что неприемлемо для совместной жизни. Да, я могу сама и адресировать по общему курсу, и начинаем мы, как правило, сами. Но в группу я иду обязательно, причем не к частному, как бы, да, именно в группу. Потому что это немного другой уровень. Есть куча раздражителей, куча других собак, и это гораздо сложнее, чем самому там где-то в поле выйти или дома во дворе. Ну, кроме того, им очень важна социализация. Они же собаки такие вот компанейские, и они должны научиться вовремя контактировать с чужими людьми, с другими животными. Чем больше контактов, тем лучше потом будет характер у собаки. Для нее этот мир становится привычным, и они адекватные. Вот если собака сидит постоянно во дворе, несмотря на природные данные, у нее характер может просто сильно испортиться, но это будет, ну, либо лает непрерывно, либо нервная будет, либо вообще ничего не интересного ей, ничего будет. Но так как мы сами активно путешествуем, активно, активный образ жизни ведем, то, соответственно, собаки с нами почти всегда. И, конечно, неудобно иметь собак адекватных. Им надо своевременно расширить кругозор. Да, обязательно. Неудобно. Восьмерки. 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 Хорошо. Молодец. И идет. Лучку. Пусть лучек. Вперед. Поклон. 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 Ну, сделай нормально. Поклон. Неудобно. Молодец. Молодец. Поклон. Хорошо. Вокруг. Купка. Сидеть. Зайчик. Молодец. Пока. Это уже элементы цирковой дрессировки. Бернских зененхундов Ирины мы часто можем видеть на площадках города. Они участники группы «Элита спорт» одноименного клуба собаководства. И регулярно выступают перед публикой. Потому что курс дрессировки заканчивается, как только ты сдаешь экзамены. Можно похвастаться, две девочки сдали на первую степень. Почти с максимальным количеством баллов. Там с потерей от стапа было 96 и 98. То есть это как бы очень хороший показатель. Но это было давно. Вот. И дальше курс заканчивается. И что дальше? Собака остается не при деле, как бы. А тут, во-первых, мы учим новые трюки, новые номера. Они взаимодействуют между собой. Там несколько же собак. Они как бы должны номера не только сами выучить, но еще и как-то объединиться с другими. И, соответственно, все время есть работа. Все время есть чему учиться. Все время есть какое-то занятие. И для меня это стимул. Самой было бы, может быть, лень что-то разучивать. А тут есть группа. Тут есть определенные обязательства. И, соответственно, вот так. Берны, как старые добрые времена, готовы помочь и по хозяйству. Молодец. Пошел. Молодец. Можно тапочки. Тапочки они очень любят подносить. Хотя их этому никто не учил. Но они любят. Если я долго сплю, они приходят и могут тапочками меня потыкать. Что, че, ты уже давай вставай. Вот. Кроме того, очень удобно. Они обучены приносить вещи, если я потеряла что-то в дороге. Вот мы идем, я могу там, допустим, поводок уронить. Однажды я потеряла мобильный телефон. Они мне нашли мобильный телефон. Вот. Ну и поводки постоянно тоже. Какие-то такие вещи. Да, можно принести и попросить что-то. Можно оставить, поохранять что-то. То есть положить вещи, сказать место и сказать, там, вот, типа, охраняй. Могут... Да, не знаю, в общем-то, мы просто так тесно с ними живем, что я даже не замечаю этого. Вот что они делают такого, а чего они делают другие. Тави и Чизи, ко всем прочим талантам, еще и актрисы кино и телевидения. Вальс. Хорошо. Вальс. Хорошо. Первый раз, наверное, мы снимались у вас. Это как раз была Тави. Вот эта вот, которая не хочет лежать. Вот эта Тави была. Это был тоже фильм про породу. И, наверное, это был первый ее опыт. Она была маленькая, ей было около года что-то. Потом мы снимались и Ралаша. Потом мы снимались в каких-то эпизодах, сериалах. Я даже все это не вспомню. Это было очень много. Из последнего это была Ольга. Сериал Ольга, вот Чизи там отметилась. Вот, потом был сериал Свидетели. Вот, потом еще чего у нас было. А, ну, елки. Снимали четыре дня. От Чизи остался там один хвост. Все повырезали. Ну, как бы не вошло. Просто не вошло. Было очень много интересных съемок в машине. И так, ну, короче, не вошло. Работа на съемочной площадке – история особая. Во-первых, непривычно повторять одно и то же множество раз. Во-вторых, порой актерская смена может быть очень длинной. Снимали 14 часов и снимали практически непрерывно собак. Поэтому нужно было две, чтобы они меняли друг дружку. 14 часов одной собаке постоянно не отработать просто. Очень много там было дублей. Надо так, потом надо вот так, надо идти это крупным планом. Ну, как всегда. Вот, то есть вот. Чего сложного? Часто бывают софиты, вот эти вот осветительные приборы. Они очень жаркие. Собакам бывает просто жарко. Иногда собакам в кадре приходится проделывать нечто недопустимое в повседневной жизни. Когда нужно было, первая же съемка была, хозяин лежит, хозяин, типа хозяин, актер, лежит в кровати, а собака должна была на него запрыгнуть и изобразить, что она его будет. Вот. И, конечно, к незнакомому человеку в кровать. Это для них слишком сразу. Вот. Поэтому этот эпизод снимали позже. Стеснялись собаки запрыгивать к нему в кровать и наглеть. Так, до такой степени. Когда Ирина рассказывает о своих подопечных, кажется, что речь вовсе не о собаках, а о ком-то родном и близком. Собаки признают авторитет, хозяйки с удовольствием делают ей приятное, выполняя ее команды и просто сопровождая по жизни. Так, наверное, и выглядит счастливое собаководство. Шерри 12,5 лет. Владельцев беспокоит уплотнение под лапой. Кошечка у нас пришла на взятие биоматериала, тонкоигольную биопсию. У нее проходило до этого оперативное вмешательство, тотальная мастектомия, удаление всех молочных пакетов. Были удалены все молочные пакеты и опухоли, я так понимаю, были небольшие. И стерилизация. Стерилизация совместно с мастектомией, да. На данный момент есть подозрение на метастазирование этих опухолей. Возможно, если после операции врачи, у которых кошка наблюдалась ранее, отправили бы биоматериал на исследование, уточнить диагноз можно было бы еще в марте. Необходимо было взять сами клетки опухоли, саму опухоль, сдать ее на гистологию. Там бы уже не цитология, а гистология. Там бы уже определили характер этой опухоли. Был бы точно понятно, это онкопроцесс. Возможно, бывает, что на фоне маститов бывает воспаление, небольшие опухоли образуются. То есть не всегда у кошек опухоль молочных желез – это онкология. Но чаще всего, к сожалению. Тонкоигольная биопсия – щадящий метод исследования. Малоинвазивный метод. Он не требует оперативных вмешательств, таких, как были уже у этой кошечки. То есть тотального удаления тканей. Взяли клетки этого узла для того, чтобы отправить на цитологию. Цитология рассмотрит характер этих клеток, скажет о том, насколько эти клетки у нас агрессивного характера. То есть можем ли мы подозревать онкопроцесс. Возможно, это аутоиммунный какой-то процесс. В общем, по результатам будем смотреть, наблюдать за ростом этого узла. Врачи клиники «Доктор Вет» не исключают возможности применения химиотерапии, несмотря на то, что пациенту более 12 лет. Химиотерапия сейчас очень широко практикуется. Она приносит хороший результат и продляет действительно кошкам жизнь на несколько лет. Клиника «Доктор Вет» находится в Сергиевом Посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Приветствуется запись по телефону. «Доктор Вет» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова